Продолжение следует... Просто возьмите свои телефоны, присоединитесь к ментиметропросу, который я предлагаю вам здесь. Зайдите просто на сайт menti.com, введите 52-54. Пока вы это делаете, попрошу вас еще немножечко смотреть на меня. Чистосердечное признание подниманием руки вверх. Скажите, пожалуйста, кто из вас автоматизирует? Анонимно, серийно, за еду, как угодно. Много, почти все. Кто не автоматизирует, потому что стесняется, не умеет? Но хотел бы. Спасибо. И последнее. Поаплодируйте, не поднимите руку, а прям будьте сильно активными. Те, кто хоть раз в своей жизни осознанно отказался от автоматизации, не потому что не умею, не потому что не хочу, не потому что было сложно договориться, потому что вот просчитал, осознал и решил, что на моем проекте это не нужно. Поаплодируйте, пожалуйста, кто сделал так хоть раз. Один человек. Спасибо. Я надеюсь, вы присоединились. Вы уже поняли, что я прошу вас представить, что фразу о начале исповеди серийного автоматизатора я попросила как бы произнести каждого из вас. Если бы вы сказали, я исповедуюсь, какой бы был первый либо единственный грех, в котором вы признались бы. Я пишу на JS. Неплохо. Ага, у меня здесь есть. Я у мамы автоматизатор. Я алкоголик. Ну, я даже не знаю, что хуже. Средслип. Очень хорошо. Но я плохо спала этой ночью. Не очень много вариантов. Я, наверное, дам вам еще 20 секунд. Я не тестирую свои тесты. Использую BDD. Программирую на Java и на JavaScript. На дотнете вообще никто не жалуется. Все хорошо. Я автоматизирую тайком. Слишком поздно задумался. Я ожидала вариантов. Ух ты, ему нужно скроллить. Сейчас. Как это сделать? C-шарп. Оп. Писал. Юнит-тест на автотест. 200 тестов проходят за час. Ух ты, перформанс. Обратным хватом. Ух ты. А покажите нам потом, пожалуйста. Обратный хват автоматизации. Пишу зависимые тесты. Много думаем. Много думаем. Очень хорошо. Как вы видите, здесь очень много вариантов связаны с тем, какие костыли мы в автоматизации делаем. Практически нет мысли о том, что автоматизация это по факту только инструмент, и стоит ли ее делать. Это вообще большой вопрос. Сейчас я постараюсь вернуть себе мышку назад между этими тремя экранами и сделаем небольшое голосование. Еще одно очень маленькое, честно. Ну, например, пока вы еще голосуете 15 секунд. Вот. Спасибо. Вот самый мой любимый вариант – это, конечно, обратный хват. Я сейчас на вас прям сильно, наверное, повлияла. Так, переходим и делаем… Где же кнопка? Сейчас вот я выбрала пять вариантов, которые вы предлагали, и проголосуйте, пожалуйста, которые, по вашему мнению, из них самый страшный, сильный, который прям вас вместе с обратным хватом обретет в ад навсегда, самый нижний ярус ада. 23. Давайте 20… Ух ты, 27. 25 перескочило, хотела на 25 остановиться. 13, вот, 10 секунд еще, и останавливаем голосование. Мне кажется, хватит. 5, 4, 3, 2, 1. И посмотрим, кто же у нас победил. Зависимые тесты – самый страшный грех автоматизаторов. Закроем интиметр. Наверное, просто перейдем сюда. И сейчас, наконец-то, спрошу у вас, что же есть у меня. У меня есть вы, и я знаю ваше мнение. У вас есть я, и вы знаете обо мне ничего. Меня зовут Катя. Я из Днепра, работаю в компании VIX, кей-менеджером. В тестировании я уже около 8 лет. За эти 8 лет, что я запомнила и научилась чему, это, наверное, то, что когда начинаешь диалог с малознакомыми людьми, или с незнакомыми, или монолог в моем случае, то лучше всего договориться о терминах. Так вот, о терминах. Каждый из вас, я думаю, как-то по-своему все равно представляет себе, что такое автоматизация, понимает это по-своему. В ближайшие 23 минуты 48 секунд под автоматизацией я буду понимать функциональные end-to-end и API-тесты, UI-ные и уровни интеграции. Под успехом автоматизации я буду подразумевать регулярный, ежедневный, как минимум, запуск хотя бы одного тест-сьюта с минимум 15 тестами внутри, которые запускаются на CI, с тест-репортом, которые анализируют и регают баги, если такие находятся. И под провалом автоматизации я понимаю, как минимум, трехмесячный вклад в написание фреймворка, в написание тестов, который через год, через 12 месяцев закончился тем, что фреймворк умер, был отключен, забыт, вообще считается ненадежным, по факту не используется, все, автоматизации больше нет. Это такой вот словарик. Еще за 8 лет работы в QA и за 30 лет своей жизни я поняла, что люди любят истории, еще больше люди любят драму. Про себя историю рассказать можно было бы? Ну, как-то неловко, стыдно, вас тут много, поэтому знакомьтесь, это Донг, он автоматизирует. Поэтому если когда-нибудь я буду говорить от третьего лица, это представьте себе, что говорит Донг. Погнали. Привет, я Донг, я автоматизирую, делаю это всегда, делаю это вне зависимости от того, какой проект, какого размера, какая команда. Я делаю это зачастую, не понимая вообще, даже не задумываясь над тем, нужно ли это бизнесу, нужно ли это продукту. Но я умею, я сильный, прокачанный, что бы и нет. Я зарабатываю больше, потому что я automation, QA, там, software, developer and test и так далее. Я не всегда имею какие-то осязаемые, понимаемые самим собой цели своей автоматизации. Ну и вообще репорты, конечно, у меня есть, самые навороченные, там, репорт портала, рю, алюр, все такое, накрутил, навертел, никто не смотрит, даже я, если честно, забиваю иногда. Конечно, это не очень. Зачастую автоматизация валится именно из-за того, что бизнес не осознает ценности такой автоматизации. Для того, чтобы начать работать с автоматизацией, лучше всего выстроить бизнес-план, лучше всего иметь в голове какие-то осязаемые, очень понятные, хотя бы себе и доказанные бизнесу, KPI, сократить coverage, покрыть автотестами какой-то функционал, который невозможно руками протестировать и так далее, повысить coverage в принципе всего функционального блока продукта, ну и также репорты, конечно, делать краткими, короткими, интересными и понятными всем, не только вам. И не туда. Странно, что слайды не поменялись местами. Делай раз, делай два. Звучит очень странно, но я донг, я ненавижу джунов, которым пришлось передать мою автоматизацию. Я создал им фреймворк. Я запилил половину крутых очень тестов. Бери, просто пользуйся, мониторь запуски на каждый функциональный какой-то коммит, проверяй тесты, репорт баги. Все будет хорошо, все будет прекрасно. И грех, конечно же, не в ненависти донга к джунам. Грех в том, что автоматизация изначально была рассмотрена им как таймбокс, как таймбокс-активити в целом при создании фреймворка и рассмотрении автоматизации как целесообразной. Можно затаймбоксить создание фреймворка, пейдж-объектов, каких-то инициализаций браузера, драйвера и так далее. Нельзя затаймбоксить мейнтенц, который так или иначе будет на вашем проекте. Потому что автоматизация и проект автоматизации такой же имеет уровень и длительность жизни, как и в целом проект продуктовый. Иногда даже дольше. Ну, представим, конечно, случай, когда продукт зарелизили, он ушел в мейнтенц, и новых функциональных тестов нет, их не пишут, их не создают больше. Тем не менее, никто не отменял апдейты операционной системы, апдейты на стороне клауд-провайдеров, апдейты TeamCity, которые тоже нужно фиксить, так или иначе подправлять что-то в инициализации браузера, где угодно. Поэтому затаймбоксить создание фреймворка можно, заморозить автоматизацию и рассчитывать, что она будет жить, продолжать функционально помогать, находить баги, либо хотя бы замещать регрессию невозможно. Вторая часть заблуждения в том, что сделай раз, сделай два и готово, и забудь об этом, в том, что взять и отдать засетапленный, созданный фреймворк кому-то другому, менее опытным коллегам, не так просто. Во-первых, потому что так или иначе, рано или поздно, они придут к вам за советом, их нужно будет заанбордить, научить, назначить каких-то более-менее сильных подаванов, и все было бы неплохо, если бы рано или поздно все равно не пришлось фиксить их костыли. Поэтому так или иначе нужно закладывать время и на анбординг, и на обучение, и на консультацию, а также на ревью, и на аудит того, что они сделали, и на фикс того, что сделали слишком хорошо. Я донг, я сетапила автоматизацию на своем проекте, и это должно было быть предыдущим слайдом. И я собрал очень крутую команду для того, чтобы сделать POC, выбрать классный тулсет, очень крутых своих друзей, сильных серьезных автоматизаторов. Мы создали, конечно, за две недели охренительно крутую штуку с самыми модными трендовыми какими-то фичами, с очень прикольными решениями, новыми инструментами, всеми суперкрутыми фреймворками, поддерживаем самые последние протоколы. Но получился такой Франкенштейн, который сейчас даже нам не всегда понятен. Он, конечно, классный, и вообще можно похвастаться очень на конфе, рассказать как про трактор с веб-драйвером. Ой, я соединил, вообще работает там через сокет и пушка. Но вот бизнес как бы не очень, прям не радуется этому, потому что работать с этим вот те джуны с предыдущего слайда не очень могут, у них не получается, костыли все сложнее, все страшнее, и времени на мейнтеннс все больше. Так вот, Донг грешит не в том, что он собрал крутых пацанов, Донг нагрешил в том, что у него не было одного, у его фреймворка не было одного, либо хотя бы двух, не более двух сильных лидеров. У автоматизации у проекта должен быть Strong Owner, который, во-первых, засетапит roadmap и будет двигать POC или проект автоматизации как таковой согласно мейлстонам этой roadmap. Во-вторых, во время POC он будет ограничивать позывы своих сильных друзей, помогателей и падаванов, чтобы не попробовать все на свете суперкрутое. Ведь запилив какую-то автоматизацию на сверхновом каком-то языке или фреймворке, или даже прикрутив его просто как один из dependency к себе в проект, мы обрекаем наш проект на то, что схайрить человека, знающего такой фреймворк, уже через месяц, через два, через три, когда друг Донга уехал куда-нибудь по релокейту в Google, будет очень сложно. Заменить его невозможно, соответственно, и фреймворком пользоваться никто не будет уметь. К тому же сильный лидер проекта автоматизации должен установить стандарты, он должен поставить точку в тех предложениях, которые не обсуждаются. Код-ревью, код-стайлы, процесс пул-реквеста, необходимость создавать разные тест-сьюты на разные функциональные блоки, какие тесты где запускаются. Вот что-то то, что потом сэкономит время на обсуждение и на высказывание всех знающих свое дело гораздо лучше, чем рядом сидящий человек. Ну и, конечно же, ресурс-планнинг. Не более пяти человек в команде автоматизаторов на любом проекте должно быть, иначе слишком много сложных, разнообразных подходов к автоматизации, слишком долгий процесс ревью. Так вот, ресурс-планнинг в процессе составления, сетапа автоматизации на вашем проекте, это по факту просто лишь не забывать о цифре 5 и не допускать ее переступления. Я донг, я ненавижу свои тесты, потому что они все время валятся. Нет, так было раньше, я ненавидела их раньше. Потому что у меня был очень слабый сервер, потому что мне не выделяли хорошую машину, тестам никто не доверял, потому что все равно они падают из-за тайм-аута. Они падают, потому что слабый SMTP-сервер не рассылает имейлы, они падают, потому что не хватает оперативной памяти, железо там слабое и так далее. Ну, если что я сделала, я пофиксил, я упросил все, что можно. На сервере я поотключал все лишние процессы, вообще никакого шума, там запускается только, не знаю, Jenkins Джоба какая-нибудь и мои тестики, и браузер, все, больше ничего. Я сократила версию своего продукта настолько, что она просто вот на минималках таких, на которых, наверное, я даже и работать не должна, но работает, как минимум, что-то там происходит. Я замокал все, всех, кого только можно замокать, заизолировал просто себя от всего внешнего мира. И что, тесты просто стабильные, как камень. Они зеленые, быстрые, бегают, но баги в продакшене все равно есть, потому что тесты тестируют совсем не то. В чем грех? Грех в том, что лучше всего тесты прогонять на продакшене, если, конечно, есть такая возможность. Если возможности нет, нужно лечь и лежать в сторону продакшена, в сторону мечты. Если не получается лечь в сторону мечты, нужно попробовать хотя бы приблизиться к тому, на чем находятся баги реальные, к инвайроменту наших пользователей, к продакшену, к тому, собственно, с чем работают пользователи в конечном итоге. Каюсь в том, что я недооценивал А15, сказал Донг. Вы подумали, Донг, милый, что же ты куришь? Что такое А15? А15. Кстати, у меня здесь А11у. Я не курю, Донг тоже не курит. Это достаточно известная аббревиатура. Кто-нибудь знает, что такое А11у? Точнее, A11y. Это очень простой способ сокращать аббревиатурами, такими непонятными буквоциферными, длинные слова. А11y значит accessibility. Ну, типа A 11 каких-то букв и Y accessibility. То же самое я придумала для слова автоматизируемость, потому что я не влазила ни в один слайд. Поэтому это А15. Донг недооценивал автоматизируемость. Что это значит? Это значит, что будучи крутым, сильным, прокаченным автоматизатором, он приходил на любой проект, говорил, да сейчас запилю вам просто вообще легко, все покрою тестами, API, UI и прочими, какими угодно, недооценивая необходимость проработать над тестируемостью и стабилити своего проекта заранее или хотя бы договориться и иметь рычаги управления. Если UI вашего приложения не распознается даже визуально и не может быть поделен на пейдж-обжекты, если объектно-ориентированный дизайн не вложен в проектирование архитектуры либо же клиента и фасада вашего клиента. Если разметка не стандартизирована, не депизирована, очень много кастомных решений, и каждый визуально выглядящий одинаково, я не знаю, дропдаун или кнопка под капотом, это разный набор дивов, каких-то листов, и вообще верстка HTML-ная там настолько разная, что три дива — это три совершенно разных элемента, их становится все больше, потому что все новые разработчики не имеют стандарта и нет готовых решений. Если нет дата-хуков, уникальных ID-шников, которые вы можете использовать в своих локаторах, и вы не можете как QA закоммитить, сделать коммит в репозиторий, добавляя их, разработчики не позволяют вам этого. Если нет публичного IP с документацией, которую вы можете использовать в своих целях, или тестовых сервисов, которые могут подготовить вам environment, создать тестовые данные, либо наоборот environment почистить после прогона тестов, то, скорее всего, с автоматизацией будет не очень хорошо, будет очень сложно и, скорее всего, очень больно. Я донг. С тех пор, как я начала автоматизировать, я больше и больше люблю индийские сериалы. Почему? Потому что там есть касты. Касты мануальщиков, касты автоматизаторов. Мне кажется, это самый большой, кстати, грех среди тех, кто предпочитает автоматизировать, потому что по факту-то бизнесу все равно, кто нажмет на кнопку рука автоматизатора, мануальщика, рука автоматизатора, JavaScript events, это сделает или api call, или прямо в базу вы там что-то заинжектите. По факту бизнесу важно, чтобы функционал работал, пользователь был доволен, деньги продолжал приносить заказчику, а заказчик, собственно, отдавать нам. Не думайте о тестах, донг, не думайте о написании 45 тестов, в этом нет никакой ценности, если 32 из них в конце дня закомментированы или там аннотированы как skip on bug, и только там 13 оставшихся имеют какое-то функциональное значение, для бизнеса в принципе сомнительное. Не в количестве тестов, не в ваших технических упражнениях с новыми фреймворками или решениями ценность, а в работающем продукте. А также, конечно же, в коммуникации по кавериджу. Зачастую случается так, что если команды автомейшин и мануал разделены, нет синхронизации между тем, что покрывается руками, проходится ручными тестами, что дается в автоматизацию. Если команда автоматизаторов недостаточно хорошо знает домен, недостаточно разбирается в приоритетах продукта, не участвует в планингах, в грумингах с командой, не понимает, для чего, собственно, мы продукт пилим и кто такие наши пользователи, автоматизированные сценарии отличаются от того, что, собственно, нужно прогонять как можно чаще и избегая человеческого эффекта, человеческого фактора. Я частенечко включаю автопилот. И это сказал не Донг, это сказала я. Сказала бы так про, наверное, большую часть своих дней, большую часть своих будней, потому что у меня работа, потому что у меня семья, потому что у меня есть любимый мужчина, любимые дети, любимая машина. Я постоянно делаю разные какие-то штуки, потому что так привыкла, потому что так удобно. Донг то же самое может вам сказать. Он делает такие же вещи в автоматизации, потому что когда его просят прийти на очередной проект и сделать автоматизацию там, например, с нуля, либо поднять то, что где-то там как-то забыто, упало, он применяет то, что делал раньше на всех проектах, потому что получалось, нормально работал, у него есть заготовочки, темплейтики, какие-то уже файлы. Он берет и применяет это все так же, там же, по той же накатанной схеме. Почему это плохо? Потому что практики тест-дизайна на самом деле никто не отменял ни для мануальщиков, ни для автоматизаторов. Тест-кейсы нужно ревьювить, тест-кейсы нужно делать по-разному, составлять комплексные, сложные сценарии для автоматизации в том числе, если срок автоматизации, прогон автоматизации, точнее время прогона автоматизации не очень критичное. Нужно критически подходить к своему доменному, к своей доменной экспертизе. Хотя бы потому, что составление сложных и длинных сценариев требует знания бизнеса, автомотив это или финансовая какая-то сфера. На самом деле не важно, лишь бы вы разбирались, что важно, какой шаг можно упустить и какой шаг можно сделать с помощью сервиса, а не проходить через полный цикл UI-ного теста. Ну и парадокс пестицида, конечно же, тесты, мануальные, ручные, неважно, они перестают находить баги, если они успешно запускаются в течение года или более. Может даже и меньше, чем года, на самом деле, неважно какой интервал, но со временем тесты, которые находили баги раньше, перестают это делать. Поэтому неизбежно придется рано или поздно даже рабочие зеленые тесты ревьюить, рефакторить, менять их логику, потому что парадокс пестицида, вот такой себе парадокс. парадокс. Выключайте автопилот, думайте над сложными креативными кейсами. Зачастую про мониторинг слышали многие. Донгу стоит признаться напоследок в том, что он об мониторинге не думает. Мониторинг продакшена, мониторинг сессий пользователя, это все на самом деле важно, интересно и круто, когда мы тестируем продакшен и можем наблюдать за тем, как происходит взаимодействие пользователей с продакшеном. Тем не менее, никто не думает о том, что тест ран, когда мы запускаем наши суперхорошие, скомпонованные, уже написанные просто безгрешным, святым автоматизатором тесты, это очень крутая тестессия. Кейсы, которые покрываются детально, подробно, проходятся каждый шаг, нет какого-то полузакрытого сонного глаза, с человеком-мануальщика, который не допил кофе и проходятся всегда дотошно, одинаково, четко по сценариям. Это очень хорошая подробная тестессия, которую мониторить важно, круто, информация там может быть много интересной. То же самое и про дебаг. Если мониторить то, как тестировщик дебажит свой свалившийся внезапно где-то на ремоуте тест, это тоже может в логах иметь очень большой и полезный кусок информации о том, что происходит на самом деле под капотом, с самим железом, с самими сервисами, которые мы используем, с EIS, если это .NET, или с Java-машиной, если это Java. Лог как искусство, конечно же, ответ. Писать логи на продукт это как бы общепринятая практика, все это делают. Редко кто пишет логи на тесты. Логи на тесты стоит не только разделять по критичности, ошибка, варнинг или просто вербос, текст какой-то информационный. Их можно и стоит разделять по категории продукта, функциональный. Логи автотестов стоит хранить в разных файлах, желательно в разных папках, если есть возможность. Стоит ограничить их размер и чистить автоматически через время, чтобы не положить сервер рано или поздно огромным количеством длинных текстовых файлов. Стоит думать о бенчмарках, перформансах, которые тоже профилированием могут класться в логи. Эта информация хранит в себе очень-очень много полезного и как минимум не делать этого, наверное, глупо, если мы позиционируем себя серьезными автоматизаторами. Так вот, подытожив это все, не нужно автоматизировать, не понимая бизнес-цели, лучше выстроить бизнес-план. Не нужно думать о том, что за таймбокшен и на одну итерацию или на месяц процесс поднятия автоматизации закончится именно так. Нужно планировать на гораздо больше, чем выделено даже на релиз. Не нужно воспринимать автоматизацию как что-то общее, потому что должен быть сильный лидер, сильный владелец, который принимает решение и ставит точку, когда это необходимо, там бьет кулаком по столу. Нужно не бояться выделять деньги на тестовое окружение, выделять деньги на серьезные и мощные сервера для прогонов тестов. Желательно на продакшене постараться как это сделать, придумать, как это сделать. Нужно говорить о автоматизируемости и иметь возможность влиять на тестабилити своего продукта, на его автоматизируемость. Нужно не бояться испачкать руки в кровь, тестировать руками и только те тесты, которые, автотесты, которые покрывают рабочий функционал, имеют по факту бизнес вэлью. Избегать парадокса пестицида, не включать автопилот, стараться выключать его как минимум, собирать отпечатки своих тестов. И зачем же вообще это все вам может быть нужно? Если вы никогда не задумываетесь о том, что автоматизация это только инструмент тестировщика, задумайтесь об этом. Это лишь один из нашего богатого тулсета, из арсенала наших возможных инструментов. Если вы задумываетесь, почему вроде бы все делается правильно, но автоматизация так или иначе скатывается в мейнтеннесс либо умирает через год, возможно, что-то из этого очень сильно влияет. Попробуйте прикинуть, что. Если вам нужно доказать автоматизацию и целесообразность автоматизации вашему заказчику, потому что, мне кажется, все равно большая часть здесь это ребята, работающие с аутсорсом а не продуктом. Возможно, просчитав что-то по этим пунктам, разложив, вы сможете предоставить картину полную о том, что автоматизировать стоит, автоматизировать будет выгодно и будет очень успешно. Не туда, собственно, святая автоматизация. Да пребудет с нами автомейшн сила. Всем спасибо, ребят. Вы были очень тихи. Нет. 15 минут? Ух ты, ребят. У меня неправильно включили таймер, я поспешила в конце. Но у вас есть возможность отсканировать мои QR-коды, задать вопросы, попить кофе и пойти послушать Коля Алыменкова. Я не услышала. Ух ты, классно. Ой, я зря, наверное, закрыла, да? Вам нужно было. Церковь — это хорошо, конечно. Я думаю, лучше автоматизировать побольше и почаще все-таки, чем ходить в церковь. Вопрос справа. Как правильно расставить приоритеты, когда, грубо говоря, уже есть какой-то фреймворк, но он использует, например, уже практически депрессированные технологии, но есть приоритет coverage, и есть приоритет, что в какой-то момент это все поломается. То лучше чинить и апдейтить фреймворки, которые используются, или все-таки добивать coverage? Мне кажется, что добивать coverage на том, что может рано или поздно поломаться, и написать еще больше тестов, которые в итоге могут не работать, это как бы не очень хорошо. Ну, то есть покрасить машину, которая с проблемой с двигателем, звучит не суперкруто. Возможно, вы сможете ее перепродать, если это машина, но если это тесты, то никому это не нужно. Ну, тут скорее есть ли какая-то, я не знаю, волшебная фраза, или вот как это объяснить скорее вышестоящему начальству, которое ставит как приоритет именно coverage, и они говорят, ну, когда поломается, тогда починим. Вот как бизнес value здесь подтянуть? Написать пару тестов, которые уже поломаны будут из-за проблем с фреймворком, которые уже поломались. Ну, то есть сделать так, чтобы потенциальные проблемы уже были здесь, не оттягивать напоследок. Потому что писать тесты на поломанном, ну, как бы, себе больнее, себе хуже, мне кажется. Окей, спасибо. И можно пример про машину, кстати, привести, я думаю. Окей. Еще есть-то кого-то вопрос? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо. Продолжение следует...